Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Продолжаем говорить о значении выборов депутатов в районные советы, которые состоятся 13 сентября. О том, как изменится власть на местах, за счет чего будет наполняться казна района и чем займутся депутаты сразу после выборов. Обсудим с почетным гражданином города и Самарской области Анваром Бульхиным. Здравствуйте, Анвар Кашафович! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что для вас эти выборы 13 сентября, как вы думаете, что после них должно измениться? На мой взгляд, самая главная задача этих выборов – выбрать власть в районе, которая могла бы выполнять все социальные задачи, которые есть в поселках, в микрорайонах нашего городского округа. Вы обратили внимание, вот вчера был прямой эфир нашего губернатора. И больше половины вопросов носили местный характер, вплоть до того, что задают вопрос. Вот у нас во дворе сухое дерево, мы не знаем, что делать. Ну так, если подумать, разве это дело губернатора? Это дело местной власти. Это местное самоуправление должно работать. И много других факторов. Даже при прямом эфире с президентом задают вопросы местного характера. И обижаться на это нельзя. Все-таки власть, на мой взгляд, и растет, и уважаемо, именно когда внизу все в порядке. И власть эрозирует, на мой взгляд, тогда, когда нет прямого управления на местах, в поселках, в районах. А та система, которая была, на мой взгляд, она и сжила себя. Ну, а мне, как говорится, с высоты своих лет, могу сказать, что раньше район командовал. Вот наше предприятие находилось в советском районе. Мы очень редко выходили какие-либо вопросы решать. Говорят, решал все район. И, на мой взгляд, это было правильно. Безусловно, повторить то, что было, это невозможно. И не нужно. И, на мой взгляд, вот сейчас инициатива Николая Ивановича Меркушкина вернуться к диалогу и связать местную власть, как говорится, в режиме онлайн с населением. И решать наболевшие вопросы – это самая главная задача. И поэтому я полагаю, что эти выборы очень и очень важны, прежде всего для людей, которые живут именно в районе. Вот остается, ну, не загадкой, конечно, а вот непонятным, как будут наполняться деньгами бюджеты района. Раньше все было понятно. Город, один большой бюджет, распределяется. А сейчас районы же, они тоже неравномерные. Где-то больше жителей, где-то больше предприятий. Вот как все это будет выглядеть? Ну, в первоначале мы уже знаем, что район живет за счет земельного налога и частичного налога на имущество. То есть, кстати, в этом плане и району будет очень интересно создавать определенные привлекатели, чтобы на его территории были, ну, будем говорить, совместные предприятия. Чтобы привлекательным было для инвестиций, для построения какого-либо малого, среднего и, извините, большого предприятия. Он от этого будет иметь. То есть, наполнение бюджета будет идти, вот, как я уже сказал, от налога на землю. А за землей надо ухаживать и делать привлекательно, чтобы у него территория была ухожена и привлекательна. И привлекать инвесторов для того, чтобы у него были предприятия, которые могут содержать район за счет своих дологов. Безусловно, вы правы, что не все районы одинаковые. Здесь уже будет компенсировать его величество город. Понятно. Не бросит. Вот у вас есть большой опыт сотрудничества. Как раз вот ваше предприятие было в районе, и вы сотрудничали с администрацией района. Сегодня можно этот опыт перенять и в чем? Вот чтобы такая взаимовыгодная помощь, взаимовыгодная деятельность и существование было предприятий и районов. Вот как все это наладить снова? Ну, опять же, по-моему, в основу этих выборов поставили, что предприятия, организации, ну, будем говорить, и другие подразделения должны своих представителей выдвигать в районы. Чтобы это были не случайные люди, а люди от, как говорится, от САХИ. Ну, допустим, завод делегирует своих там двух-трех человек, другие предприятия своих, лечебные учреждения своих, учителя своих. А что такое социальная задача у района? Это наполнение налогами, это экология, вопросы экологии, это вопросы дороги, вопросы социального обеспечения, ну, чтобы были амбулатории, поликлиники работали. А они, кстати, не везде одинаковые. Вот за этим должен следить район. И, безусловно, координирует должен город. Вот. И здесь же предусматривается, когда выбрали, допустим, в один район, они часть делегатов делегируют в город, а часть делегатов остается здесь. И, безусловно, это будет мониторинг всегда. То есть, они будут связаны. Есть представители районов в городе, которые держат связь с районом. И район занимается своими делами, вкупы вместе с предприятиями и с организациями. То есть, это будет прямая связь. Сегодня этого нет. К сожалению, этого нет. Да. Вот вы уже вспомнили про советское время. Раньше явка на выборах была, ну, относительно высокой. Все уходили с настроением, ели пироги и пирожки с музыкой. Сейчас, в последнее время, как-то изменилась ситуация. Люди то ли во власти разочаровались, то ли в своей личной жизни не хочется им никуда передвигаться. Вот какой-то негатив накопился. Вот как переломить эту ситуацию? Знаете, что тревожит? Что это выборы, вот предстоящие 13 сентября, они все-таки местного, такого районного масштаба, да? А люди больше вот участвуют в выборах, когда президент, губернатор, ну, глава города. А вот нет опасений, что люди сейчас скажут, ну, что там нам районы эти, зачем нам это все нужно? Я согласен, что опасения есть, но над этим надо работать. Это тоже задача сейчас для организаторов этих выборов. И надо довести до избирателя, что это делается для него. Делается для населения этого района, этого региона частички. И, ну, люди, в конце концов, должны понять, а участвуют, не участвуют в выборах. Ну, такой элемент нигилизма, конечно, у наших есть, но это надо все, как вам сказать, шевелить надо людей. И не зря же один из корифеев Европы сказал, говорит, человек, который приходит на выборы, он не имеет права от власти потом что-либо спрашивать. Вероятно, это так. Но здесь силы-то не заставишь разъяснить для работы. И тогда будет меньше вопросов, когда прямой эфир будет с губернатором, прямой эфир с президентом. Люди должны это, в конце концов, понять. Да, да, да. Вот вы, как почетный гражданин города и Самарской области, как раз сейчас вот в этом участвуете. Люди, как-то вот, вы же видите, как люди реагируют на это. Вот в чем есть сомнения какие-то? Тоже же на этом нужно вот учиться и принимать во внимание. Чему люди сегодня все-таки не доверяют? Чего опасаются? Вот как настроение? Оно же видно как раз вот на встречах. Ну, опасения, откровенно говоря, я здесь не вижу. Надо, как говорится, вам, нам предлагают, надо это использовать, эту ситуацию использовать. Время покажет, а хуже-то не будет. Речь идет о том, что власть расширяет свои функции, идет до встречи к людям, чтобы решить эти дела. Ну, как я вам уже сказал, вот вчера же губернатор задает вопрос. А у меня вот гнилое дерево, я не знаю, что делать. Ну, на самом деле, он не имеет права пилить его. Ну, местная власть-то все знает. Ну, почему с этим вопросом он должен куда идти? Он будет знать, к кому обратиться. Он будет знать, что его депутат ведет вот этот микрорайон, второй депутат, вот этот. Должна быть прямая связь с депутатами. И, безусловно, и, ну, будем говорить, и депутаты тоже нас задрали. Мы, к великому сожалению, того депутатского корпуса, который был в свое время, мы не видим. И не зря же раньше назвали депутат-слуга народа. Увы, это сейчас никто не говорит. Так вот, надо к этому вернуться. И люди, в конце концов, должны к этому поверить. Надо прийти и проголосовать. И я уверен, что это будет в любом случае позитив в управлении нашим государством. Почему? Потому что район – это ячейка города, город – ячейка области, область – ячейка государства. Государственное управление должно быть. Вот одна из задач вот этой реформы – как раз приблизить власть к народу. А скажите, вот из вашей практики, из истории, уже были такие моменты в нашем обществе, когда вот власть была близка к народу, и было такое вот взаимное тоже вот сотрудничество? Было такое все-таки? Ну, я… Или нет? Или всегда вот как-то мы все приближаем, приближаем, ставим задачи, а вот как приблизить власть никак к народу не можно? Я уже говорил, что я даже как руководитель могу сказать, ну, довольно крупный, у нас первые все больные какие-либо вопросы, мы всегда обращались, прежде всего, в райисполком. Вот как раз это время. Да, райисполком, безусловно, что-то мог сам решить и что-то делегировал в город. Во всяком случае, первой инстанцией был район. Увы, этого сегодня нет. Она сама собой ушла, и, конечно, мы тоже район не видим. Знаем, что это город решает, это функция города. Что-то город не делает, это функция области, думы и так далее. На мой взгляд, все-то надо начинать именно с района. Так вот, вот раньше это дело было напрямую, работали мы. Ну, это производство, мы решали, заводы решали вопросы. А на мой взгляд, сейчас очень много социальных вопросов, все-таки другая власть на улице, он должен приходить в свои болячки в район. Поселковый свой совет. Даже речь идет об этом же. Вы вспомните, я свое детство помню. Раньше же знали участкового милиционера и сельсовет. Вы обратили внимание, вот по фильмам показывает, где паспорт вручали? В сельсовете. Человек знал, что вот сельсовет для него это главная власть. Это была главная ячейка государства. Да, к этому нужно вернуться. И получается, что очень большая ответственность, такая нагрузка лежит на главе, который будет в новые районы администрации. А как он будет, каким должен быть вот этот человек, какие у него должны быть качества, и как его будут выбирать или назначать? Вот с этим еще непонятно. Вы знаете, как выбирать будет, депутатский корпус, безусловно, будет выбирать своего главу района. И, безусловно, я думаю, депутаты не промахнутся, они тоже знают, кто есть кто, и знают, что и как. И всегда есть возможность переизбрать его. Это все это будет. И я бы еще что хотел сказать, я как-то об этом уже говорил. Если ты хочешь идти во власть, если ты хочешь работать в общественной структуре, в государственной структуре, ты покажи себя в районе, тебя заметят, выдвинут в город. Покажи себя в городе, ты войдешь во власть. Покажи себя депутатам нашей губернской думы, тебя выдвинут в государственную думу. Пожалуйста, это же в принципе школа, это институт роста для человека, который может работать с людьми, который может работать с обществом, который умеет говорить, умеет завлекать. Быть депутатом, быть руководителем, это тоже большое искусство. А это как раз школа. Вот вы тоже были депутатом. Вот что самое важное для депутата? Когда депутат считается эффективным, когда его деятельность приносит пользу настоящую. Не как сегодня оторваны, так как мы говорим, вот их уже и не видим, и не помним уже даже, как кого зовут. А вот настоящий депутат, каким он должен быть? Ну, в ту пору, когда я был депутатом горсовета, три созыва, это с конца 1976 до 1988 года. Я был депутатом горсовета без отрыва от производства. Ну, нам нравилось, что сессию горсовета раз в месяц накапливаются вопросы. Предварительно я знаю, о чем речь идет. И я всегда, как депутат района, согласовывал свои действия с руководством района и выносил, как депутат горсовета, но от района. Я выносил ее тогда председателю горсовета. Ну, я работал во времена великих наших руководителей. Это, прежде всего, Росовский Андрей Алексеевич. Великолепные люди были. Болели душой за это, за свое дело. И я видел, как им порой бывает труд. Они мне давали определенные задания. Я их выполнял. Ну, безусловно, они использовали и то, что такой ресурс, как я руководитель. Объединение Куйбышев-Камель. Вот, городу нужно помочь в том-то, в том-то. А в то время было все сугубо запланировано. И без... Плановой экономики. Да, здесь уже без наряда ничего не получишь. Не так просто. На и иди. Заплати деньги и иди. Так вот, я помню во времена особенно строительства метро и активного расширения строительства у нас в Куйбышеве очень много было проблем, где руководители предприятий, кто был в горсовете или в райсовете, активно помогал, содействовал для развития своего района и для своего города. Вот это я запомнил, что я в свое время активно помогал. Ну, и была и обратная связь. В ту пору заводы строили, дома, детсады. Мне надо было прийти в район, в город и говорить, дайте нам участок земли для строительства дома. Дайте нам участок земли для строительства детского сада. Почему? Потому что без получения участка я не мог прийти в Москву и сказать, дайте деньги на строительство вот этого социального объекта. Все было увязано и взаимосвязано. Ну, об этом я вспоминаю и с радостью, и с тоской. Приятно, что мы в свое время в хорошем понимании этого слова натворили тот директорский корпус, который в ту пору был. Да. Значит, вот на нынешних кандидатов, депутатов, ложится такая большая ответственность, потому что, кажется, они начинают с района, с такого местечкового, да, ну, вот, относительно небольшая территория, хотя у нас районы-то огромные. Но они же могут стать и депутатами города. И дальше, как вы говорите, пойти, пойти, пойти. Поэтому выбирать их нужно тоже, особенно тщательно, я бы сказала. Не просто так. Вот поставил галочку. Вот лицо тут знакомое ходит у нас по двору. Вот как, на что ориентироваться все-таки при выборе? Потому что у нас здесь, смотрите, списки партийные. Тут много партий. Тут много самоводвиженцев. Вот как во всем этом разобраться? Как правильно выбрать своего кандидата? Ну, вы знаете, мы сегодня говорим, что власти партии «Единая Россия». Она имеет колоссальный государственный ресурс. И она имеет сегодня большой-большой опыт «Единой России». И, безусловно, депутаты от «Единой России», они более управляемы, более мобильны, более сильны. И, на мой взгляд, они более подконтрольны именно своей партией. Вот это вот мое личное мнение. Я уверен, что вот такой подход, он обогатит. Ну, есть случайные там, говорят, мы от партии такой-то. Да ради бога, мы от партии такой-то. Но я сомневаюсь, что, бывает и среди них, конечно, хорошее, я сомневаюсь, что он бы обеспечивал функционально ту работу в районе, которая сегодня есть. И, на мой взгляд, партийной составляющей каждого депутата, на это тоже надо обращать внимание. Еще раз повторяю, сегодня партия «Единая Россия» обеспечивает, имея хороший ресурс, обеспечивает всем необходимым для того, чтобы этот депутат работал и исполнял свои обязанности. А если нет, то есть возможность всегда его заменить. То есть есть поддержка такая, на которую нужно ориентироваться, зная, что такого кандидата поддержит партия. Безусловно. Есть поддержка. Но вы же тоже пережили те времена, когда вот была у нас одна коммунистическая партия, были там и негативные моменты от того, что вот такая вот монолитная система. Потому что кто-то даже должен что-то выносить, какое-то разнообразие, какие-то предложения, которые будут отличаться. Как говорится, в споре рождается истина, и при конкуренции более высокие показатели. Согласен. Вот этим как. Полностью согласен. Что в свое время, когда у нас одна была партия, негатива много было. И мы об этом говорили. И те, кто вносил или не работал, он получал и партийные взыскания, и общественные порицания. И система контроля была поставлена на хорошем уровне, даже чрезмерно. Вот. То есть это было. Она все под контролем была. А как вы говорите, сегодня, когда депутатский корпус пустого района города, он составляет из многих партий, это обязательно нужно. Я никогда не призывал и не буду. Всегда должна быть полемика. В споре рождается истина. Но уверен, что вот в этой элите должны проявить те люди, которые могут показать себя, что, ага, я могу управлять районом. И депутатский корпус уверен, он неформально должен к этому подойти. И не подойдет формально. Во-первых, есть общественные советы, которые скажут, где он работал. Дают рекомендацию. Но человек же не со стороны пришел к депутату. Его же направила какая-то организация. Он же там какой-то, извините, след оставил. Вот вкуп и все это и даст возможность выбрать правильного лидера. И решать эти вопросы надо всегда общей группой, составляющей много партий, организацию районного депутатского корпуса. Вот на днях ЛДПР, тоже заволновавшись, что явка избирателей низкая, предложила такой вариант, даже, по-моему, в Госдуму они законопроект хотят внести, что давать оплачиваемый выходной день за участие в выборах. Вот как вы к этому относитесь? Можно за счет вот таких вот пряников, так скажем, привлекать народ к выборам? Ну, на мой взгляд, законодательно это неправильно будет. А вот чтобы руководители в этом деле участвовали каким-то образом, ну, будем говорить, гласно, негласно, дело не в этом. Но бывают люди на самом деле не могут, ну, сказать, ты иди, мы тебя отпускаем и так далее. Я думаю, здесь не самая главная составляющая обязательно, что мы тебе отдадим деньги. Так заманивать нельзя. Это развращение. Нельзя. И дело законодательно, не знаю, в свое время люди находили, приходили на выборы. И сейчас он свой долг, гражданский долг, он должен обязательно выполнять. И на это дело надо обращать, можно сказать, со школьницами. Вот вы в школе, там, обществоведения, то, на чем учим, вот мало прививаем и говорим, что у тебя, запомни, гражданская обязанность с 18 лет, ты обязан участвовать в общественном управлении своего государства. А это начинается с чего? Начинается, прежде всего, участие в выборах. От поселка и до президента. Тебе дана возможность голосовать. Мы же знаем, что в законе есть возможность, когда человека лишают многих прав, и в том числе голосовать. Не надо же до этого. А когда люди добровольно от этого уходят, это что, он сам себе самосуд устроит? Непонятно абсолютно. И на мой взгляд, что вот таких моментов быть не должно. И особенно я говорил о школе, и студенчество тоже самое. Ну, мы знаем, молодежь немного у нас веселая. Ну, это всегда так было. Да, всегда это было. Но самое главное, они должны знать, что я иду выполнять свой гражданский долг. Я скажу, да или нет. Я скажу, он, он или он. Этим надо гордиться. Это надо воспитывать. Воспитывать, да. Сначала, прежде чем гордиться, нужно понять это, почему этим нужно гордиться и можно гордиться. Вот воспитание, момент воспитания, да, вот как-то упущен. Да, вот что, вот у нас есть такая возможность, а мы ей не пользуемся, наоборот. Думаем, вот, еще не хватало. Да, неделизм какой-то. Да, да, да. Вот знаете, что еще интересно? Даже вот смотришь раньше фильмы, которые были в советское время, люди такие были вдохновленные. И промышленники, и там, и предприятия что-то строили, запускали в космос. Вот был какой-то такой энтузиазм. Я же не думаю, что все это было показное. Сегодня вот как-то это все ушло. Вот как можно сегодня проявить эту гражданскую активность, позицию? Вот с чего начинать, чтобы тоже как-то вот действовать? Почему вот стали такие люди равнодушные? Такое уж прям сильное недоверие к власти, разочарование в жизни, вообще там в строе, во всем, что происходит? Так вот, кстати, то, что вы говорите, это, ну, тоже гражданская составляющая гражданина нашей страны. Вот это надо начинать именно с низов. Если ты выбрал район и понял, что, ага, я не промахнулся, смотри, я участвовал, получилось, смотри, какой мой район хорошо работает. Он поверит в свои силы, он поверит в то, что он правильно выбор сделал, он будет участвовать и дальше. В городских, областных, президентских, губернаторских, во всех этих выборах. Человеку надо усилить уверенность, что вот выбрали, и вот он работает, он показал, он не показал, его наказали, убрали. Он, человек, который пошел голосовать, должен быть ответственным за свой выбор. Если он выбрал не того человека, скажет, да, промахнулся я, в следующий раз будет. Это где-то и воспитательная составляющая для человека, который впервые пришел на выборы, пришел на самый низший уровень выборности органов власти, именно в поселковые, в районные советы. И пусть он думает об этом. И, конечно, здесь нам надо сделать все, чтобы и верховная власть, ну, допустим, на уровне губернской думы, она этим занималась. Она, ну, будет, патронировала все это дело-дело. Это принимать законы и не знать мнение местной власти по тому или иному делу, это не дело. Я думаю, и для губернской думы, и для государственной думы. Это тоже будет урок. Они будут видеть, что вот в районах люди работают, а мы с ними не посоветуемся. Они свои меры, свои проблемы больше всех знают. А если у одного района, у второго, у третьего района собирается проблема примерно одного характера, вот тогда надо и закон принимать. Вот в чем прелесть выборов именно муниципального уровня. Согласна с вами, потому что так много было нареканий на законы вот некоторой Госдумы, что действительно кажется, что люди оторваны вообще от реальной жизни. Совершенно верно. И вот такие способы, думаю, что вы не против привлечения, как награждения, первый раз голосующего, да, вот какими-то там памятными подарками. Это вот тоже нужно использовать, привлекать. Это же вот неплохо. Запомнит человек свой первый выбор, да, осознанный, как он проголосовал, и будет дальше тоже вот эту систему. Это очень и очень важно. Вот вы даже подсказали вещь такую, вот надо даже на предприятиях, когда-то учреждениях сказать. Вот тебе, ну, это в меньшей мере, конечно, касается предприятий, там несовершеннолетние мало работают. А вот в школах, в институтах, надо сказать, ты идешь в выборы участвовать, имея в виду, ты наш студент, ты иди, мы тебя поздравляем, мы тебе желаем каким-то образом сказать ему похвальные, какие-то доверительные слова. А на тех участках, которые раньше были, оркестры играли, ну, трудно сказать, что там. Хотя это бы никогда не помешало. У нас, знаете, порой бывает, оркестр играет там, где не надо. А на выборах пришел молодой человек, его поздравляют у порога. Да, 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 ну, сразу. Ты все, вот, ты наш, как говорится, человек, который голосует за организацию нашего государства. Вселить, бодрость и так далее. Я считаю, это организующая составляющая уже избирательных участков. Вы сегодня, Анвар Кашафович, чем занимаетесь? Кроме того, что вы почетный гражданин города Самарской области, кроме общественной работы, есть еще что-то? Я председатель совета директоров Самарской кабельной компании. Продолжаете его все-таки? Ну, пока продолжаю. Да, очень интересно. А чувствуете свою личную ответственность за то, что произойдет 13 сентября? Вот как-то это на вас? Вот то, что вот... Теперь, когда я в команде губернатора, я безусловно чувствую и буду делать все, чтобы обеспечить максимальную явку и максимальную разъяснительную работу и, как говорится, и участвовать во всех мероприятиях выбранного депутатского корпуса того или того района. Раньше заслушали депутаты, и я помню, депутатские, когда совет собирался, отчеты депутатов района, приглашали, первых, руководителей, организаций и так далее. Мы говорили, да, мы гордые, то-то, все, и подсказывали что-то. И я думаю, безусловно, участвовал и буду участвовать, пока есть порох. Ну что ж, спасибо большое за беседу, за то, что разъяснили, согласны с вами абсолютно, что нужно, чтобы люди понимали, что им предстоит, и тогда будут все действовать в осознанном нужном направлении. А не то, что по приказу, что тоже были какие-то у нас иногда такие перепутии, что вот в приказной какой-то системе, еще что-то. А вот это действительно правильная политика. Спасибо вам за вашу общественную нагрузку такую. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»